Парковки для инвалидов попали под пристальное внимание общественности. Проверку на доступность и соответствие требованиям многие из них не прошли. Виной тому стало неправильное расположение, не приспособленные для колясочников бордюры. А в отдельных случаях и вовсе невозможность заехать на парковку. В рейд с представителями общественной палаты и ГИБДД отправилась наша съемочная группа. Парковку сделать вот с правой стороны, а не там, где растет дерево. Это дерево, загораживающего въезд на парковку для инвалидов, около администрации Искателя уже успели обсудить во всех социальных сетях. Сегодня оно попало в поле зрения членов общественной палаты и инспекторов ГИБДД. Мы уже обращались в администрацию поселка Искателя по поводу этого дерева. Еще раз обратимся, не согласны, что данный недостаток. Мы не предлагаем убрать дерево, может быть просто передвинуть. Поэтому они оставили дерево, потому что все-таки зелени мало. Впрочем, дерево – это не единственное нарекание к этой парковке. Несмотря на, казалось бы, верное расположение, не более чем за 50 метров от центрального входа, крайние на стоянке и с более широкой разметкой, Марина Говша нашла еще один существенный недостаток. И вот когда мы видим их две, это вроде бы как бы неправильно, да? Потому что, чтобы инвалид мог выйти, достать коляску, спокойно распахнуть дверь. Она немножко шире, по-моему, да, чем вот эта разметочка рост? Вот бордюр здесь есть. Все-таки, мне кажется, по правилам, это тоже должен быть какой-то склад. Он должен быть плавным, потому что колясочник должен самостоятельно выйти и забраться туда, да? Не соответствует требованиям и парковочное место для инвалидов на территории поселкового многофункционального центра. Специализированное место есть, правда, нашли мы его не сразу. Дорожный знак «Парковка для инвалидов» повернут в сторону самой парковки, хотя должен стоять лицевой стороной к выезжающему на парковочную территорию. Плюс ко всему, располагается оно слишком далеко от центрального входа, который, кстати, оборудован удобным пандусом. В центр внимания общественной палаты и ГВДД попало и парковочное место у городской поликлиники. Во-первых, его расположение также вызывает нарекания у самих инвалидов. А во-вторых, во время нашего приезда оно было занято автомобилем без опознавательного желтого знака. Штраф за такое нарушение – 5000 рублей. На выявление необорудованных для инвалидов парковок и выявление недобросовестных водителей и отправилась общественная палата вместе с ГИБДД. Сегодня мы специально пригласили органы ГИБДД для того, чтобы вместе проехать и посмотреть, насколько наши водители соблюдают правила парковки для инвалидов. И вы сами уже видели на разных примерах, что не всегда удачно и расположение знака, и расположение самой парковки для инвалидов, чтобы человеку с ограниченными возможностями попасть в то или иное здание администрации. Но большей частью мы, конечно, обращаем внимание на поликлиники, больницы. И, конечно, этот вопрос надо поднимать. Я надеюсь, что наши рекомендации будут услышаны. Свои рекомендации члены общественной палаты отправят в администрацию округа и в профильное ведомство.